Девушки отдыхают Женщина умоляла врачей госпитализировать сумасшедшего мужа, но получила отказ. А через три часа мужчина совершил тяжкое преступление. Кто виноват? Почему-то все думают, что я дурочка такая, но я же не дурочка. Качественная краска для фасадных работ бывает дорогой и очень дорогой. Обидно узнать, что маляр половину украл, а стены покрасил уайт-спиритом, слегка разбавленным остатками краски. И вдруг кто-то начал тянуть мою простынь вниз и царапать меня за локоть. В проходе стоит баул, а из дырок ко мне тянутся живые человеческие пальцы. Пытаясь сэкономить, мужчина маленького роста решился совершить поездку в поезде в чемодане своего приятеля. Затея провалилась. Теперь горе-путешественники в суде. Истец требует возместить материальный ущерб, нанесенный ее психически больным мужем. Ответчик заявляет, что для госпитализации мужа не было никаких оснований. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Карасевой Зинаиды Павловны. Ответчиком у нас выступает психиатрическая клиника. Пожалуйста, Зинаида Павловна, слушаю вас. Дело в том, что мой муж является психически больным человеком. Мы поженились пять лет назад с моим мужем Карасевым Иваном Ильичем по большой любви. Прожили год в нормальном браке, счастливом. И через год у него стало резко ухудшаться здоровье. Потом он стал бросаться на посторонних людей ни с того ни с сего. Несколько раз избивал меня. Потом у меня терпение лопнуло. Я вызвала очередной раз полицию. Он набросился на полицейских. Полицейские уже поняли, что что-то тут не так. Так и вызвали психиатров. И ему поставили страшный диагноз. Шизоаффективный психоз. И вот в течение трех лет у него периодически бывают сильные приступы. Во время этого острого приступа я звоню врачам. Его приходят, забирают в клинику. Снимают этот приступ. И потом в адекватном состоянии возвращают обратно домой. За эти три года он три раза был в этой психиатрической клинике. В общей сложности он где-то там пробыл полгода. И вот когда врачи сразу мне сказали, чтобы я разводилась с мужем, что это дальше будет хуже. Но я отказалась. Во-первых, я очень люблю своего мужа. А во-вторых, когда он в нормальном, адекватном состоянии, он замечательный, добрый, отзывчивый, ну очень хороший человек. А вот в последний раз, четыре месяца назад, его недолечили, видимо. И я поняла это уже через неделю. Потому что он начал нервничать. Вот какая-то дрожь его прибирает. Отказывался через неделю, стал пить, отказываться принимать эти препараты все. Он выбрасывал все эти препараты в окно. Говорил, что я его хочу отравить. И вот в этот день он особенно плохо себя как-то вел. Еще сосед у нас в тот день начал делать ремонт. И вот его это очень сильно вывело из себя мужа. Он пошел ругаться с соседом. Тот ему не открыл дверь. Они очень конфликтно разговаривали вот так через дверь. Домой он вернулся просто в бешенстве. Я позвонила напрямую в психиатрическую клинику. Они мне дали телефон как раз на такой случай, чтобы не звонить в скорую, а вот прямо к ним обратиться. Они приехали, ну, где-то через полчаса, там, часов в 11 это началось. Где-то в 11.30 они приехали. И муж, видимо, схитрил как-то. Вот он понял, он испугался врачей. Он побоялся, что его заберут в больницу. И вдруг он начал себя вести тихо. Когда, в общем, врачи вошли в дом, он сидел на кухне, спокойно пил чай, читал газету. И заявил, что он себя прекрасно чувствует, что он никуда не поедет. Он подписал отказ от госпитализации. Они забрали бумажку эту и пошли обратно к себе. Я их умоляла просто, чтобы они взяли. Вот я как вам рассказываю, так и им все подробно рассказала. Они меня просто не стали слушать. Они помахали вот этой вот бумажкой от кассы госпитализации. Вот он у меня там есть в документах. И они просто ушли. И только вот они вышли за порог. Муж стал опять кричать, буянить, требовать пива. Ну, а что мне было делать? Я пошла за пивом. И решила тоже съедить. У него в таком состоянии можно алкоголь употреблять? Ну, а что вот делать? С учетом тех медикаментов, которые он принимает? Я купила слабенькое какое-то пиво. И я ему туда подмешала снотворное, чтобы он просто заснул, успокоился. Я думала, приступ сойдет на нет. Так, ну хорошо, что произошло дальше? Это был единственный способ дать ему снотворное. И оно подействовало, хорошо подействовало. Он заснул на три часа, вот он заснул. Потом он проснулся, и все, началось вот какой-то ужас. Он стал угрожать мне ножом. Он скрутил меня, затолкал в ванную, закрыл снаружи дверь в ванную, перелез через балкон к нашему соседу и сбил его. Отобрал у него ружье. Мой сосед охотник. Вернулся, значит, в дом и начал кричать, крушить. Все. Соседи вызвали быстро полицейских и врачей. Те же самые врачи приехали. Вот, они скрутили мужа, и он умудрился, когда меня освободили из ванной, он умудрился все-таки вырваться от них, взять опять это, схватить ружье и стрельнуть мне напоследок в ногу, вот. Прострелил вам ногу? Да, он мне выстрелил в ногу. Вот, Ваша честь, вот если бы они сразу забрали его по моей просьбе, этого бы всего не было. И они бы просто вот быстро отвезли его в эту больницу, сняли бы приступ и вернули его в нормальном, адекватном состоянии. А так его диагноз еще больше. Это теперь у него шизоаффективный психоз в клинической стадии. И они его даже лечат не в обычной психиатрической клинике, они его увезли в какую-то далекую клинику в Костромской области. Это что-то, какое-то жуткое учреждение, это что-то типа тюрьмы такое. И они сказали, что они минимум его там на лечение два года продержат, и они намекнули, что он выйдет уже в никаком состоянии. То есть Вы считаете, что если бы вовремя забрали, то ничего бы не было? Да, да, да. Совершенно верно, да. Хорошо. Я требую вот этой консенсации. Давайте мне документы все, эпикриз на супруга и Ваши документы по поводу травмы. Пожалуйста. Пожалуйста, представитель клиники, доверенность на представление интересов и Ваше отношение к иску. Так, уважаемый суд, я являюсь главным врачом психиатрической клиники, доверенности Вам передали. И хочу сразу заявить, что да, действительно, в течение дня психиатрическая бригада была дважды вызвана по данному адресу. Но приступ шизоаффективного психоза был спровоцирован женой и мужа. Это как он был спровоцирован супругой? Да, потерпевшего. Почему? Потому что при обследовании в крови были обнаружены такое сильное наркотическое средство, как феномин. Это средство является психостимулирующим препаратом, входит в состав амфетаминов и может как раз спровоцировать шизоаффективный психоз. Вот в данном случае анализы у нас здесь имеются и прилагаются. Я ничего констатурного ему не давала. Передайте мне, пожалуйста, анализы. То есть Вы говорите мне сейчас о том, что в тех препаратах, которые мы были назначены, этого вещества не было. Нет, этого препарата быть не должно. Тем более, что действительно люди, которые имеют такие нервные заболевания, они не принимают такие препараты. И я считаю, что никакой врачебной ошибки не было совершено. Врачи поступали совершенно правильно. В течение 40 минут врачи психиатрической бригады задавали ему различные вопросы. Ваша честь, они 5 минут там не пробовали. На беседа проведены тестирования. И в данном случае, значит, даже имеется вот докладная записка о проведении этого обследования. И он, конечно, отказался. Письменный отказ также имеется. И в данном случае ни о какой врачебной ошибке речи эти не может. Здесь налицо прием наркотического препарата, который спровоцировал вот этот психоз. Обострение данного психоза. Ну, хорошо. Этот препарат, если он относится к группе амфетаминов, то он запрещен к обороту. Да, да, совершенно верно. К незаконному обороту наркотических веществ. Откуда он взялся увести? Вот, знаете, этот вопрос остается открытым. В аптеках он не продается. Вы должны были сообщить правоохранительный орган. Была какая-то проверка проведена по этому факту. Ну, во всяком случае, поскольку сейчас он находится вот в такой психиатрической клинике, где действительно заведено уголовное дело, я думаю, что там до конца разберутся. И более того, мне хочется еще сказать о том, что, конечно, врачи не следователи, но нас заинтересовала... На второй день пришла сестра мужа, и она рассказала некоторые факты, которые нас насторожили. Она рассказывала. Поэтому я хочу пригласить вот свидетеля, свидетеля, и выслушать... Это вот сестру... Да, сестру мужа. И выслушать ее. Хорошо. Давайте мне докладную записку и отказ от госпитализации. Пожалуйста. И пригласить, пожалуйста, свидетеля-ответчиков в зал. У меня полицейские проведили 6 часов обыск. Они перешарили всю квартиру. Там не было никаких фентамина. То есть все-таки была какая-то проверка, да? Была. Полицейские проводили в течение 6 часов обыск. Ну, огнестрел. Ну, естественно, еще сумасшедший. И они перешарили всю квартиру, все обыскали. Никакого наркотика у меня не было в доме. А еще они брали у меня смывы с рук, и с пальцев, и с под ногтей. И вообще тоже никакого свида наркотика там не было. И они просто выгораживают этих врачей. И я не знаю, может быть, то ли они сами дали эти препараты, то ли просто... Систет, систет. Я потом дополню. Добрый день. Представьтесь. Здравствуйте. Ваша честь, меня зовут Карасева. Светлана Ильинична. И что можете показать по случившемуся? Что я могу сказать? Вот эта особа, Зинаида, колхозница, приехала... Подбирайте выражение. Вы в суде находите свидетель. Извините. Приехала ни кола, ни двора, такая вся хорошенькая с виду. Мы ее, конечно, впустили в свою семью. Брат ее полюбил. Мы-то думали, что человек порядочный, а она корыстная. Естественно, ей сейчас брат не нужен. Ей нужна квартира, ей нужны площади. Естественно, она постоянно опивала моего брата. Мы с ним созванивались очень часто. Он жаловался. Ваша честь. Постоянно заселивает в клинику, эту психушку постоянно. Заслуживает таким способом квартиру. Ой, слушай, ты, посмотри на себя, колхоз! Снимать квартиру, чем вот находиться постоянно с больным человеком. Если бы я не любила своего мужа, я бы на это не пошла. Ой, брат, не больной, это ты больная. Посмотри на себя, колхозница. Так, свидетель, вы пригласили свидетель для чего? Для личной оценки личности истца? Извините, прошу тебя. Вы были свидетелем произошедшего? Ну, в данной нет отсловива. Она не могла обидеть, что я не могу. Вопрос в суд удаляется для принятия решения. Далее в программе. Почему-то все думают, что я дурочка такая. Но я же не дурочка. Женщина купила дорогую краску. И наняла лучшего маляра для покраски фасада. Работник оказался фокусником. Теперь дом предстоит перекрашивать. И вдруг кто-то начал тянуть мою простынь вниз и царапать меня за локоть. Проходит, стоит баул. А из дырок ко мне тянутся живые человеческие пальцы. Ночью в плацкартном вагоне с верхней багажной полки свалился большой чемодан. Каково же было изумление пассажиров, когда из него послышались человеческие крики и стоны. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, выслушав объяснение сторон, показания свидетеля, установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора, решил в иске о взыскании материального и морального вреда вследствие причинения вреда здоровью отказать. Суд не удовлетворяет заявленные исковые требования, потому что сотрудники лечебного учреждения непосредственно своими действиями не причиняли вреда здоровью истицы. А вред, причиненный жизни или здоровью другого лица, возмещает лицо, виновное в причинении вреда. В данном случае вред здоровью истицы причинен ее мужем, который в момент причинения вреда находился в невменяемом состоянии. Это подтверждается постановлением суда об освобождении мужа истицы от уголовной ответственности и о применении к нему принудительных мер медицинского характера. В данном случае никаких незаконных действий со стороны работников психиатрической клиники не установлено. Поэтому вам в данном случае в иске отказаны. Понятное решение суда сторонам. Дело закрыто. Прошу всех встать! Решение суда. В иске отказать. Ну, мне нечего возразить суде. Врачи действительно не причинили мне никакого физического ущерба. Но сестру моего мужа я больше к себе в дом на порог не пущу, зараза! Врачи действовали в рамках правового поля и в дальнейшем будут действовать точно так же. Истец требует компенсации материального ущерба. Ответчик утверждает, что оплаченную работу выполнил качественно. Валерия Николаевна, слушаю вас. Здравствуйте. Ваша честь, я очень требую возместить мне материальный ущерб в полном объеме, а именно 113 940 рублей. Сейчас поясню, в чем дело. Пожалуйста. Вот этот вот господин Зеленин Михаил Юрьевич позиционирует себя как очень хороший мастер высокого качества, работающий по договору. Мне его рекомендовала моя соседка по поселку. Он соседке покрасил забор, и она осталась довольна. А мне построили дом, и я захотела покрасить фасад. И тут как раз я выгнала последнюю свою бригаду. Ну, Людмила говорит, не расстраивайся, я тебе приведу хорошего мастера. И привела вот этого чудо-фокусника. Я сейчас объясню, почему я его так называю. Вот. Он мне сначала понравился. Представительный мужчина. Он не выпендривался, меня дурой не выставлял. Вот. Назвал адекватную цену, и мы с ним договорились на 60 тысяч рублей. Что я ему должна заплатить за работу. Он мне посоветовал хорошую краску купить, шведскую. 6 ведер по 9 литров по 8 990 рублей. Итого вышло на 53 тысячи 940 рублей. Вот, пожалуйста, у меня чек имеется. Он мне покрасил. Покрасил аккуратно, вовремя, в срок. Я осталась довольна. Я ему заплатила 60 тысяч обещанной. Вот мне он написал расписочку. Вот. И на этом мы с ним попрощались. А тут месяц назад мне построили гараж. И я решила не менять цветового решения и покрасить его в такой же самый цвет. Я позвонила Михаилу, а он в отпуске оказался. Да. Но я не расстраиваюсь. Наняла другого мастера хорошего. Юрия Кудрявцева. Кудрявцев хороший мастер. Купила два ведра такой же краски. Он мне покрасил. И что вы думаете? Что? У меня дом и гараж получились абсолютно разного цвета. Я думала, что в магазине что-то напутали. Я побежала в магазин, да, стала там разбираться. Но там меня убедили, что они дорожат своей репутацией, следят за качеством. И к магазину никаких претензий быть не может. Я вернулась домой, наорала на Юрия. Хорошо, что он оказался адекватным нормальным человеком. И показал мне фокус. Ваша честь, можно я вам покажу этот фокус? Это будет как следственный эксперимент. Пожалуйста. Вот. Берем доску. Так, берем краску, да, и красим ею. Фокус в суде. Серьезно. Вот мы покрасили. Ну, отвечу. Подождите. Покрасили, да. Вот мы покрасили краской, чистой краской. То, что сделал мне Юрий, какой получился у меня гараж, да? Так. Вот такой должен был быть и дом. А сейчас мы эту краску разбавим, два к одному. Просто водичкой возьмем, разбавим полностью. Не водичкой, наверное, а растворителем. Да, растворителем, извините. И вот сейчас мы покрасим разбавленной красочкой. И посмотрите, что у нас получилось. Вторую половину этой доски. Цвет оказался гораздо светлее. И вот то же самое у меня получилось с домом. Вот такой вот дом. Цвет, то мы с вами согласовываем. И гараж. То есть абсолютно разных цветов. Итого получается, что Михаил Юрьевич обманул меня на 27 тысяч. И эти три ведра краски он утащил себе домой. Да ничего я не утащил. Естественно, я на него очень сильно разозлилась. И наняла экспертизу. Вот в этой компании, которая производит краску. Я сделала экспертизу сделанной им работы. Так. И, к сожалению, экспертиза была неутешительная. Вот эта вот краска, которую он покрасил дом, у меня скоро отшелушится через месяц. И мне придется ее счищать. Отшелушится, тогда и поговорим. Нет, я не собираюсь ждать. Понимаете, я полностью заплатила за его работу. Я потратилась на краску. Выполненную хорошо работают. И теперь через месяц у меня все это отшелушится. И я должна буду по новой все счищать. Нанимать другого маляра. И платить ему за работу. И покупать опять такую же краску. Поэтому, ваш честь, я очень прошу возместить мне полностью весь ущерб. Все мои потраченные деньги. 113 940 рублей. Так, а где вы проводили экспертизу независимую? Я проводила в компании, которая производит эту краску. Экспертное заключение. Которое производит эту краску. И они вам сказали, что она была разбавлена не по технологии. Да. И она потеряла свою светоустойчивость, влагоустойчивость. Угу. Угу. Конечно, производитель так и скажет вам. Так, пожалуйста, Михаил Юрьевич, ваше отношение к ИСКО. Ваша честь, я с ИСКО категорически не согласен. Так, а что за фокусы с краской? Фокусы... С каких пор вообще в суде фокусы это доказательство? У нас был договор. Наглядный эксперимент. Цвета действительно разные. У нас был договор. И работу истица у меня приняла. Она все посмотрела. Все краски разбавлялись. При ней выкрас был сделан. Чтобы ты разбавлял края. Приняла. Я при вас это делала. Приняла, оплатила. Но потом выяснилось, что работа сделана некачественно. Послушала Юрку Кудрявцеву. С Юркой Кудрявцевым мы работали пару раз. Много лет назад. Это... Я не знаю, как объяснить, насколько непрофессионал. Он вообще-то торговый представитель этой фирмы. Он сделал все по инструкции. По инструкции. Да, как рекомендует фирмопроизводитель. И стены, как на рынке делают. Морковку режут. А ты занялся от себя темно. Истеец. Не перебивайте ответчика. И суд тоже. Разумеется, производители этой краски не допускают того, чтобы разбавляли как-то не по их технологии. Но я этим делом занимаюсь 10 лет. У меня есть вот результаты свои, не свои. В Москве я делал экспертизу в независимой компании. Истеец. Я слушаю ответчика. Что за экспертизу вы проводили? По поводу разбавления по моему методу. Я этим занимаюсь уже 5 лет. Я разбавляю так краску. Вот у меня есть благодарственные письма от предыдущих клиентов. Вот фотографии домов, которые я красил. И ни разу не было никаких претензий. Никаких жалоб. Никаких нареканий. Давайте сюда письма и заключение эксперта тоже давать. Так может быть он раньше не разбавлял краску. И именно меня решил одурачить. Потому что почему-то все думают, что я дурочка такая. Но я же не дурочка. С самого начала я вам закладывал 6 ведер краски на дом. Правильно. Которых не хватает. Правильно. С расчетом на то, что буду их развалять. Так а зачем ты так посчитал? Кто тебя просил? Ты со мной должен был подавесоваться. Отец, но у меня голос сейчас уже сядет. Я вас не перекричу все равно. Да, извините, Ваша честь. Сколько нужно было изначально на объем, который предполагает домосьца, краски? Сколько нужно было изначально краски? 12 ведер нужно было. Сколько? 12. Но с учетом того, что я их разбавлю, я ей закладывал 6. То есть уже вы закладывали с учетом того, что вы ее разбавите по своей технологии? Да, делалось все при хозяйке, при заказчице. Ну, хорошо. Допустим, да, действительно, ваше заключение эксперта говорит о том, что эта технология, которую вы используете, не нарушает качество краски и никак не ухудшает качество покрытия. Которая именно уже и даже разбавлена краска, покрыты какие-то материалы. Но цвет-то отличается? Цвет, конечно, отличается в зависимости от того, как разбавлять краску. Ну, это технология. Краску всегда разбавляют. Ну, истец хотел, но как заказчик? Она хотела, чтобы у нее и гараж, и дом были одного. Ну, так она наняла, что вон она какого-то. Хотя, мне кажется, что мне теперь делать? Ну, разного цвета-то повеселее. Я же не могу отвечать за то, что она сантехника наняла красить себе гараж. А вы ставили в известность истца, что вы будете разбавлять эту краску? Нет, не ставил он в известность. Краска всегда разбавляется. Это как-то... Даже я и не думал, что об этом надо говорить. Но вы истцу, а об этом говорили, что вы будете разбавлять краску? Нет, это просто технология. Мы с вами выкрас сделали изначально. Это у вас все постройки вот в этом коричневом цвете? Да. Очень гармонично смотрятся. Ну, изначально. Когда я разбавил краску, я сделал выкрас. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Далее в программе. И вдруг кто-то начал тянуть мою простынь вниз и царапать меня за лопат. В проходе стоит баул, а из дырок ко мне тянутся живые человеческие пальцы. Ночью в плацкартном вагоне с верхней багажной полки свалился большой чемодан. Каково же было изумление пассажиров, когда из него послышались человеческие крики и стоны. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав объяснение сторон, установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора, а также оценив совокупности все представленные сторонами доказательства, решил. Заявленный иск удовлетворить частично. Заискать с ответчика в пользу юстиции 20 тысяч рублей. За что? Суд частично удовлетворяет заявленные исковые требования по следующим основаниям. В данном случае между юстицией и ответчиком был заключен договор о казании услуг по покраске дома. В соответствии с данным договором, ответчик обязался по заданию юстицы покрасить принадлежащий юстице дом, а юстица обязалась оплатить эту работу. После исполнения заказа и оплаты труда ответчика, юстица обнаружила, что ответчик изменил технологию применения краски, добавляя в ее состав дополнительный компонент. При этом ответчик не поставил об этом в известность юстицу, что им не отрицается. При таких обстоятельствах суд считает, что юстице была оказана услуга ненадлежащим образом. Но суд считает, что покраска дома по применяемой ответчиком технологии не является существенным недостатком и не снижает качество покрашенной поверхности. Также суд учитывает, что весь объем приобретенной краски ответчик использовал по назначению для покраски дома истица. При таких обстоятельствах, а именно на основании статьи 29 закона о защите прав потребителей, суд только снижает цену выполненной работы до 40 тысяч рублей. То есть обязывает ответчика возместить часть стоимости выполненных работ, а именно 20 тысяч рублей, истица. Понятно решение суда, истица? Да, понятно. Дело закрыто. Это безобразие. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить частично. Я хочу сказать, что с решением судьи я не согласна, потому что за 20 тысяч дом я не перекрашу. А если у меня краска отшелушится в ближайшее время, мне придется повторно делать экспертизу, повторно подавать в суд. И повторно заниматься всеми этими проблемами. Ну, это безобразие, конечно. 20 тысяч, за что я должен? Цвет согласовали, работы выполнены, приняты. Вообще, я не понимаю, несут, а цирк какой-то. Истец требует возмещения вреда здоровью и морального ущерба. Ответчики иск признают частично. Пожалуйста, Ольга Сергеевна, слушаю вас. Все произошло в поезде Курск-Кисловодск. Я намеревалась посетить семью своей дочери, соскучилась по внукам. И поскольку я пенсионер, и пенсия моя очень скромная, я приобрела билет в плацкартный вагон на нижнюю полку. Моей соседкой оказалась тихоинтеллигентная женщина. А вот верхнюю полку занимал ответчик, Епанчин. Семен Петрович, да? Да. Так. Он валился в вагон перед самым отправлением поезда. Валился? Пьяный. Кто пьяный? И тягал за собой огромный баул. Матерясь, он долго пристраивал этот баул на верхнюю багажную полку. И потом завалился спать. Ну, я постаралась заснуть. Хотя в этом смраде из перегара и грязных носков, конечно, это было сделать непросто. Какие грязные носки ваши? Что наговаривает женщина? Семен Петрович, не перебивайте истца. Наконец мне удалось заснуть. А среди ночи я проснулась от дикого храпа, который сотрясал наш отсек. Ну, а кто не храпит-то? Ну, и что? Ну, это вот все прелести плацкартного вагона. Да. Что делать? Через какое-то время я решила потормошить мужчину на верхней полке. Заглянула туда и увидела, что япанчина не храпит вовсе, а храп доносится откуда-то сверху. Ну, я подумала, ладно, это не акустические глюки, возможно, в соседнем отсеке кто-то храпел. Я вернулась на свое место, и когда храп стал чуть тише, я начала засыпать. Как вдруг раздался оглушительный грохот. Я аж подпрыгнула на своем месте. И вдруг кто-то начал тянуть мою простынь вниз и царапать меня за локоть. При этом начали раздаваться какие-то сдавленные стоны и крики. Я начала вглядываться в темноту. В проходе стоит этот огромный япанчинский баул. В нем дырки, а из дырок... Это вот этот баул, который сейчас здесь присутствует? Да, совершенно верно. А из дырок ко мне тянутся живые человеческие пальцы. Да приснилось вам все, гражданка. От испуга и неожиданности мне стало так плохо, что я начала звать на помощь проводников. Ой, все покидывается. Меня хватило инфаркта. Единственное, что я успела позвать на помощь. А что вы взяли, что у вас вообще инфаркт-то был? Кто он? Может, у вас по жизни у вас что это было-то вообще? Оказалось, что эти аферисты, этот япанчин, перевозил Латышева в этом бауле. Они решили сэкономить на билете и запихнули Латышева в этот баул. То есть фактически, да. То есть вот живой человек находился в бауле. Ну это наше дело, как нам ездить общественным транспортом. Так, Семен, значит, кто, япанчин, это вы, да? А Латышев Егор Семенович, это вы. То есть вас перевозили в этом бауле. Ну, получилось так. Решили сэкономить на билете. Да получилось просто так, судьба заставила. Ну что, нарочно, что ли? Мы же не спи... Да. Ну рассказывайте, рассказывайте. Что произошло? Ваша честь, ну... Как так получилось? Ну так получилось, что вот мы с Семеном живем в одной деревне. На заводе раньше работали вместе. А потом завод закрыли. Сеня-то, конечно, поехал там по стране мотаться по соседним областям на заработки. А я что, я человек деревенский, маленький. Мне ничего не получается, меня нигде на работу не берут. Меня всюду отшвыривают. Куда ни приду на собеседование, тут же какая-то причина отказа найдется. Ну вот Сеня, друг, он предложил хороший вариант, очень хороший вариант. Поработай в Кисловодск. Там у него бригадир хороший, прораб знакомый этот. И получается, что ехать надо срочно. Вот сейчас вот прям бери и поезжай. Там же работа слететь могла. Конечно, и мы останемся и без денег, и без работы. А денег у нас всего на один билет. Всего на один. Ну вот Сеня предложил вот такой вариант, что я в качестве багажа поеду. Я в качестве багажа согласился. Ну а куда мне деваться? Естественно, я согласился. Ну просто нужда заставила. Мы что, поехали бы так? Мы ему тоже не сахар в сумке. Ну если бы деньги-то были, я бы и не ездил бы таким образом в этой сумке. Ну вот инфаркт уисца в результате. Да и какой инфаркт? Что там такого-то? Мы вам сейчас все покажем. Смотрите. Мы сейчас все под... Давай, давай. Ой, Журик. Да обычная сумка. Ничего страшного. Василий, что здесь можно испугаться, чтобы инфаркт случился? Давай, родной. Опа! Молодец. Я сел в эту сумку. Вот. Сел в эту сумку. Я сел в эту сумку. Поехал. Вот так его закрыл. Человек упал в полке, в сумке, вниз башкой. Это он сейчас сидит вот так нормально, да? А там-то упало между этих сиденьями, между полок. У меня кровь в голове прилилась, я проснулся, ничего не соображаю, стал Сеню звать. Вылезайте, Егор Семенович, вылезайте. Нет, ну вот скажите, что здесь страшно, Ваша честь? Ну что, смотрите, вот пальцы сейчас несут. Вас испугало, но упал в багаж. Конечно, здесь не страшно, здесь светло. Вы посмотрели на этот ужас в темном вагоне, с живыми пальцами. Ну, багаж же может упасть с полки, вот просто. Конечно, обычный. Любой чемодан, я не знаю, любой рюкзак. А здесь что страшное? Покажите мне, как вы руку-то тянули из дырки. Вот, дырочки специально проделали. Ну и чего? Потому что я вниз головой, я вот так вот, понимаете, находился вниз головой. У меня ноги практически сверху были, а пальцы вот здесь. Получается, что я Сеню зову, Сеня, Сеня, Сеня спит, и в итоге что? У меня хрипы какие-то, и мне слово-то даже это слово молвить не могу. Получается, что вот, гражданка, мы не хотели ее напугать-то, у нас умысла-то не было ее пугать-то. Ну еще бы у вас умысел был. У меня свою жизнь, вы понимаете, я что, я хотел просто жить, это элементарное желание каждого человека. Что я в третьей полке, бошкой вниз. А вы, если вы вниз головой, то вы что, не будете пытаться выжить как-то? У нее такая травма. Вы знаете, у меня доходы тоже небольшие, однако я и не занимаюсь этим оперением. Доходы небольшие. Вот, Ваша честь, заметьте, что я говорю, доходы небольшие, поэтому 200 тысяч, да? 100 из 100, 200 тысяч. А где у нас такие деньги? Так, отвечки, вылезайте, занимайте место свое. Дорога, во-первых, давайте мне ваши документы. Помоги, пожалуйста. Да, пожалуйста. Сейчас, сейчас пристав поможет, отвечу. Через пристав. Спасибо, Милоскор. Документы. Где она взяла эти документы? Что проверить, она сейчас справку любую можно купить. Здесь эпикриз, выписка из больницы о диагнозе. Также здесь чеки на услуги частной клиники, поскольку государственной не было некоторых услуг, некоторых процедур, которые были необходимы мне для восстановления здоровья. А что частные? Так, действительно, да. Действительно, зафиксирован инфаркт, то есть, все-таки, ваше отношение к иску. Вы свою вину-то признаете? Мы частично иск признаем. Это в какой части вы признаете? Мы готовы оплатить 46 500, вот эти вот лекарства, которые были потрачены. Но у нас сейчас денег вообще нет. Частями, частями. Мы лишились работы, мы лишились сил. А 62 тысячи стоила путевка в санаторий. Это необходимые реабилитации, которые мне рекомендовали врачи. Это продолжайте лечение. 46 500 за лечение готовы оплатить. Да, по тысяче, да. По тысяче каждый месяц. По тысяче каждый месяц. Тогда и будете передавать денежные средства. Так, значит, вы этой части признаете. В остальной иск не признаете. Нет, конечно. Моральный вред в размере 100 тысяч не признаете. Если что. Вот смотрите, да. Жорик. А вас привлекли к ответственности за безбилетный проезд? Конечно. Мало того, что привлекли. Мы оплатили второй билет, потом взяли по 200 рублей. С каждого, да. Штраф. Две недели просидели в участке. И работы лишились. И, кстати говоря, куда мы ехали. Мой прораб позвонил, все. Меня уволил, его вообще не брал. Не взял. И мы теперь опять же без денег, без силового по стране мотаем в соседние этики. А как мотаетесь? Опять в сумках? Да нет. Ну вот, вот, вот сейчас последнее. Могли бы, кстати говоря, купить себе билет или доехать до какой-нибудь работы. А сейчас вообще ничего нет. У меня жена выгнала из дома. Где мне жить вообще? Мне жить даже негде. Стерва. Стерва. А я всего лишь хотел просто жизнь себя спасти. Хотел вот потянуться чуть-чуть. Так, по существу споры еще есть что-то добавить из тебя? Вообще. По существу. Я считаю, что они обязаны взместить мне морозовый щерб в размере 100 тысяч рублей. Стоп, стоп. Потому что здоровье, которое у меня было, у меня уже никогда не вернулось. Такое впечатление, что она с полки упала, а не жена. Скажется в будущем на мою здоровье. Тут я пошли, что этот инфаркт был. Я была абсолютно здорова. А где справка, что вы были абсолютно здоровы, а? Я вам не обязана ее предоставлять. Вот, сюда, в суд принесите. То есть вы принесли все справки, которые... Ответчики, по существу споры есть еще что добавить? Я хотел бы попросить вашу честь, отнеситесь к нам снисходительным. Мы не со злым умышлым это делали. Мы обычные работяги. Обычные. Просто нужда заставила. Мы не хотели не пугать ничего. Все? Больше нечего добавить? Нечего. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. В следующей программе. Если вы такой виноват, то виноват только моя жена. Она меня спровоцировала. Так все соседи знают, что вы ходите и гоняете жену. Женщина принесла домой цветы. Ревнивый муж обвинил ее в измене и чуть не убил постороннего человека. Теперь все участники семейного скандала в суде. Начала кричать, что она погибает, что ее убили. Ну, все, короче, устраивает. И я обратилась в свою полку легла, потому что меня этот балаган достал просто. Я хотела спокойно доехать. В одном купе столкнулись две женщины. Молодая и пожилая. Их совместное путешествие закончилось грандиозным скандалом и дракой. Кто виноват, узнаем в суде. Я хочу половину. Я протестую, Ваша честь. Мы 10-5 прожили вместе. Никакого соответствия нашего имущества нет. Пока я работал, ты сидела на... Мужчина обратился к адвокату, чтобы при разводе скрыть деньги от жены. Адвокат отказался работать и использовал полученную информацию против клиента. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав объяснение сторон, оценив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора, решил. Иск о возмещении материального вреда в связи с причинением вреда здоровью удовлетворить частично. Заискать с ответчиков солидарно в пользу юстиции 46 500 рублей. Мы не против. В удовлетворении иска о возмещении морального вреда отказать. Суд заискивает с ответчика в пользу юстиции, понесенной ею расходы на лечение, в размере 46 500 рублей, потому что ответчики признали иск на данную сумму. В данном случае ответчики непосредственно своими действиями не причиняли вред здоровью юстиции. В данном случае отсутствует объективная причинно-следственная связь между действиями ответчиков и заболеванием юстиции. А субъективное восприятие произошедшего, что действия ответчиков, а именно падение с верхней полки чемодана, в котором находился один из ответчиков, вызвали испугу юстиции, приведший к инфаркту, не является основанием для признания их виновными в причинении вреда здоровью юстиции. При таких отстоятельствах исковые требования о возмещении вреда здоровью юстиции в большем объеме и о взыскании морального вреда не могут быть удовлетворены. Поэтому в остальной части иска вам суд отказывает. Понятно решение суда? Да. Понятно. Возмещайте то, что сами признали, и вот и возмещайте. Вы знали, что закон на нашей стороне. Суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить частично. Ну, хоть как-то я наказала этих проходимцев и аферистов. Ну, хотя бы, хотя бы такая сумма. Ну, что делать? Сейчас главное мне найти работу, вот оплатить, чтобы вот этот иск, и вернуться в семью. А я Жору вообще поддержу всегда. Вот друг мой, настоящий самый лучший. Все продается и покупается. Меня продали, как какую-то вещь вместе с квартирой. Любовь. Конечно, хочу денег, еще бы. Моя любовь дорогого стоит. Тело. Ну, может, пристав хотя бы потрогать? Вам принципиально установить истину, или чтобы кто-то потрогал в вашу брус? Мне принципиально установить истину. А как мы ее поймем, если нет тактильного контакта? Душа. Видите, на что мы пошли, ваше честь? На потерю дружбы, верности, чести. И все ради денег. И все ради денег. Битва за деньги продолжается. В этом суде перебивать могу только я. Для вас эта услуга платная. Окончено слушание дела. Значит, мы будем подавать низк на вас. Субтитры создавал DimaTorzok